тема 3 урок 5 сегодня поговорим о нарушении логики представления данных в инфографике две основные ошибки которые мы чаще всего делаем в графике это неправильное назначение шага данных в осях ошибка формирования таймлайна и несоответствие данных графическому отображению иногда встречается ошибка внимания когда мы путаем меняем местами данные по осям x и y смотрим на примерах вот здесь как раз хороший пример неправильного выставления значений оси почему потому что столбиковые диаграммы всегда начинаются от нуля минимум по одной из осей если нет данных от нуля о оси x или по оси y ну тогда и гистограмму лучше не использовать также стоит обратить внимание на упорядочивание данных здесь данные выстроены ну по довольно не очевидному порядку вообще лучше всего выстраивать их так чтобы прослеживалась динамика от большего к меньшему или наоборот от меньшего к большему тогда будет удобнее читать другой пример неправильного выставления значений оси нельзя выставлять разный шаг значений по осям мы об этом уже говорили если вы начали с шага в один год вот как здесь то дальше нужно было соответственно выставлять именно его провалы в шаге просто исказят ваш график дадут неправильную информацию если данные отсутствуют ну тогда безопаснее и логичнее оформить всю информацию в виде таблицы где указать в отдельных ячейках нет данных такой шаг сформирует более целостную более правильную картину у вас не будет нарушения искажения информации еще один пример в некоторых случаях вот необходимо выставлять более дробные значения по осям как например обратить внимание на нижний график во первых кодировка и числа объектов и площади этих объектов по одной оси это уже логическая ошибка то есть ось должна иметь какое-то одно значение мы либо о площадях говорим либо числе объектов нельзя считать число и например квадратный метр и квадратный километр это разные абсолютно вещи здесь вот как раз не ясно мы в чем считаем число объектов и во вторых обратите внимание шаг обозначений по оси он слишком большой соответственно очень тяжело сопоставлять площадь полос со значениями отдельно замечу что данные кодируются нам чаще всего кажется что кодируются данной длиной столбца или высотой соответственно если мы используем инстаграма но это не так кодируется всегда именно площадью то есть мы считаем по площадям хорошие примеры нарушения логики обращения с данных очень кстати часто встречается неудобная система счисления и дублирования данных обратите внимание по данным графика у нас получается что зарегистрировано чуть менее четырех тысяч тысяч преступлений тысяч тысяч и вот очень часто также обращаются данными бюджетами встречается вот это дублирование тысячи тысяч иногда это приводит к ошибкам то есть должно было счисление вестись тысячах а получилось миллионов потому что добавили лишнюю тысячу соответственно перемножаем получается что речь это уже миллионах или или к ошибкам восприятия когда вот как здесь речь это идет о миллионах преступлений а в глаза бросаются тысячи возможно эта ошибка сделана была намеренно мы не можем этого знать не можем утверждать в любом случае не вынуждайте людей искать глазами информацию вашем графике все должно быть максимально подзрачено максимально понятно в данном случае удобнее для чтения будет вести счисление в конечном порядке то есть на этом графике нужно было вести его в миллионах неправильное отображение данных графикой вот тоже очень частая ошибка так вот здесь обратите внимание площадь бирюзового круга значительно несоизмеримо больше площади красного круга математически это неверно если мы проведем небольшую аналитику смотрите если разделить 154 на 14 получим 11 11 раз у нас должен красный кружочек вместиться в бирюзовый кружочек то есть согласно правилам оформления инфографики о которых мы уже говорили мы знаем размеры сопоставляемых объектов должны быть сопоставимы с описываемыми данными а здесь этого не происходит смотрите бирюзовый круг пропорционально намного больше него помещается не 11 как должно быть красных кружочков 25 если мы умножим 14 на 25 получим 350 миллионов гектар то есть графически у нас речь идет о сопоставлении 350 миллионов и 14 миллионов а цифрам графики это и совершенно не соответствует речь идет о 154 поэтому справа представлен тот размер который должен быть изображен согласно цифрам обратите внимание бирюзовый круг на самом деле намного меньше неправильно отображение данной графикой вот здесь мы видим нашу любимую круговую диаграмму справа в принципе не ясно почему показатели продолжительности жизни по разным странам объединены кругом по разным странам в одну но круговая диаграмма применяется ведь для обозначения долей одного целого произвольно нельзя кодировать не и данные другого порядка ну и визуально обратите внимание разница долей совершенно неотличима то есть если мы уберем цифры график нам не даст ровным счетом ничего никакой понятной истории слева то есть помимо того что сумма всех значений явно превышает сто процентов этого не может быть не логически не технически не математически круг всегда соответствует ста процента всегда в любом случае логика объединения винограда апельсинов и яблок в одно целое кстати тоже остается загадкой то есть что там происходило совершенно непонятно еще хороший пример отличная кстати инфографика но есть одно небольшое но сумма значений здесь не достигает ста процентов опять же этого не может быть должна достигать ста процентов по логике событий и в таком случае можно было кстати просто решить проблему добавив еще одну долю например закодировав ее например прочие бренды вот тогда инфографика была бы кстати правильный вот здесь нет ошибки нарушения единого целого но есть ошибка представления данных обратите внимание визуально на круговую на кольцевой диаграмме мы не можем отличить показатели 17 объектов инфраструктуры от восьми объектов инженерно-технического назначения они сливаются опять же если мы уберем легенду совершенно непонятно какие цифры что у нас происходит подобных случаях было бы хорошо также использовать прием с объединением в долю прочие но если это невозможно потому что все данные цены для логики повествования ну тогда надо выбирать другой тип диаграмм но тоже совершенно потрясающий пример обратите внимание сложены вместе проценты данных по долям детей аллергиков и аллергиков взрослых но это логически разные категории их нельзя складывать проценты по ним сложены здесь абсолютно неправомерно не дает нам ничего эта инфографика тоже хороший пример когда мы дублируем данные повторяем повторяем очень много повторяем это излишне использование легенд на самом деле то есть у нас есть данные на самом графике есть данные на осях x и y и на графике обратите внимание данные расставлены с наложением на линии их просто неудобно читать здесь должны быть маркеры а данным вынесены либо над маркером либо сбоку от него но в любом случае не на самой не накладываться на сам график следующий слайд и здесь мы видим очень увлекательную историю с графиком так называемым типа лапша лапша это когда данных настолько много что они слит в единый нечитаемый комок в данном случае данных на графике настолько много что разобраться в происходящем с первого и даже второго взгляда ну согласитесь довольно затруднительно точно так же как отследить показания верхних и нижних например точек на любой из линий здесь конечно первым делом напрашивается решение часть данных из этого графику удалить чтобы минимизировать вот этот комок слившись но в случае если мы имеем дело с большим пулом данных где все показатели важны для логики представания для нашей истории подобном случае мы можем решить этот вопрос с помощью инструментов визуализации то есть данном случае часть линии мы могли бы сделать серыми те которые показывают наименее важные данные серые низкоконтрастные более тонкие например а цветными и контрастными потолще дать данные по которым принципиально важно выделить показания на графике либо мы можем применить наш любимый прием и разбить данные на несколько диаграмм другого типа вообще очень важно не стараться завести сразу всю находящуюся у вас руках информацию не стараться завести ее в один график чаще всего это приводит именно вот к такому перегруженному совершенно не читаемому варианту также пожалуйста обратите внимание на то что некорректно подписано одна из осей на нижней оси мы видим что у нас здесь есть сущности и месяцы и годы уже проговаривали что это неправильно счисление ведется в какой-то одной системе координат то есть дальше все зависит от того насколько подробно мы хотим осветить динамику происходящего у нас события то есть если нам нужна какая-то дробная детализация тогда мы конечно посмотрим как изменялась вся эта история помесячно если мы хотим показать какую-то более глобальную картину лучше использовать годы но не совмещать ни в коем случае то и другое это некорректно так не делается следующий слайд наш с вами традиционный итоговый чек-лист мы должны будем проверить себя на корректное выставление значение оси корректный шаг значение оси то есть небольшой не маленький в самый раз проверить удобная и правильная ли система счисления не нарушили ли мы где-то логику повествования проверим корректное отображение данных выбранным типом графика соответственно правильно правильный ли выбор типа диаграммы мы совершили соблюли ли логику подачи данных и нет ли у нас где-то дублирование а в следующей лекции поговорим с вами об избыточной детализации и чрезмерном обобщении в следующей логике